Хуба, привет! С вами доктор Влад. Кому-то моя рубашечка понравилась. Вышиванка. Ну да, она типа в вышиванке такой. Ну ладно. Так, что у нас тут? А, комментарии опять. У нас температура, кстати, плюс 18. Было 20 ночью, сейчас 18. Холодает. Так, у меня тут несколько раз уже спрашивали насчёт того, что случилось в Белом доме. Трамп там встречался с сербом, да, и Маша против него, значит. Ну не против, но по этому поводу, в общем, написала гадость, что это как основной инстинкт. Ну помните, там сидела дама, ножку через ножку перекидывала, да? Ребят, я не комментирую, потому что это дикий случай, когда я согласен с Машей Захаровой, понимаете? Потому что это позорище. Там смысл вам сейчас объясню. Сидит Трамп за огромным столом, и перед ним, как вот, не знаю, к директору школы вызвали, да, сидит на стульчике, вот этот вот серб. Ну что это за... И вот парень мне тут написал. Док, вчера вечером глянул на фото персонажа в Белом доме. Просто по картине Серова, ходоки у Ленина, то есть у Трампа. Можно ещё по-другому, на поклон Чингисхану. Док, почему дегенератам так везёт? Ну вот я ему ответил, потому что помогают другие дегенераты. Меня тоже замутило от этой фотки. Да, ребят, это что-то вообще уже вот крайность какая-то. Я вообще не знаю, что у нас теперь будет в Америке. До ноября-то осталось совсем чуть-чуть. Август, сентябрь. Уже сентябрь, да, октябрь, ноябрь, два месяца. А потом Трамп добровольно не уйдёт, понимаете? Вот абсолютно как Путин. Он боится, что его посадят. Его сразу посадят, если он уйдёт с поста, понимаете? Значит, он дойдёт до чего угодно, до гражданской войны. Вот, мне так кажется, я не знаю, что будет на самом деле. Ну ладно, смотрим дальше. Так, МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном. Ну это то самое, что Лукашенко-то быстро вытащил. Что мы, говорит, к этому вообще отношения не имеем. И насчёт подлинности записи это... В общем, они опровергли. Всё, до свидос. Ну, понятно было с самого начала. В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя. Вся штука в том, что... Так, новый закон вышел о виноградарстве и виноделии в РФ, вступившей в силу 26 июня текущего года. И, в общем, там какие-то нормативы, бла-бла-бла. И, короче, теперь на полках будет только это... Барматуха, чернила и всё. Ничего иностранного абсолютно. Вот такие дела, ребята. «Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах». Ну да, учительница вплывает так в купальнике. Ну, не знаю, это... Они много чего... Вот что бы в России... Ну, вообще, это, конечно, дело-то хорошее, да? Но что бы в России не попытались сделать хорошего, обязательно получается автомат Калашникова. Понимаете? Обязательно какое-то дерьмо. Ну вот, в общем, тут даже обсуждать нечего. Фанат Земфиры умер на её концерте. Ну вот, здрасте. От остановки сердца мужчина умер. Вынесли из толпы бессознание. Боже мой. Чёрт она там такое пела, что можно умереть от остановки сердца. Я её как-то не очень долюбиваю. Один из исчезнувших в горах Сочи школьников вышел на связь. Ну, ребят, это я вам рассказывал в тот раз, да? Группа туристов из трёх взрослых и восьми детей вышла на связь, ну, которая исчезла в горах Сочи. Они там что-то по этой горе ходили-ходили, заблудились, не на ту дорогу вышли. Ну, в общем, сейчас всё нормально. Тут дальше у меня даже где-то было... А, ну, в общем, их это... На вертолёте их эвакуировали. МВД Беларуси отчиталось о задержаниях на акциях протеста. Так. Задержано 633 человека. Йоколомэнэ. 363 из них будут ожидать суда в местах изоляции. Ну, там и будут их лупить. Всего, по данному ведомству, в стране состоялись 42 протестные акции, которые собрали 31 тысяча участников. Ну, что за чушь? А только последняя вот акция, вот в это воскресенье вчера, да, там было больше 100 тысяч. Ну, в общем, ясно всё, да. Что будет в Беларуси, непонятно. Россия оказалась не готова использовать электромобили. В текущей ситуации Россия оказалась не готова к использованию электромобилей. В соответствующем рейтинге, ну, по использованию электромобилей, страну поставили на третье место с конца. Хуже дела обстоят только в Бразилии и в Индии. Об этом сообщает газета «Ведомости». В общем, анализировали готовность стран к массовому появлению электромобилей на улицах, учитывая объём парка, т.т.т. Вот. И, значит, почему? Есть проблема с нехваткой инфраструктуры. В стране нет достаточного числа зарядных станций. Пока работает только 150 точек, при этом большинство – Москва и Санкт-Петербург. Я вам говорил, новые электромобили забрели вроде бы в России, да? И вот сроки создания первого серийного российского электромобиля перенесли, потому что компания «Зетта» не смогла получить, значит, кредит в 99,9 миллиона рублей. Ну, 100 миллионов рублей. Срок производства передвигается наперед после 2020 года. В фирме предложили поискать спонсоров. Ага. Пробовали же тоже какие-то машины выпускать в России новые. Ну, ничего не вышло. Ничего не вышло. Ладно. Фотография квартиры заставила людей задуматься о зарплатах российских учителей. Вот здесь девчонка одна, очень продвинутая, учительница, да? Она не только закончила вуз, она там ещё какие-то курсы закончила, очень достойные. И вот она пишет, я безумно люблю людей, люблю детей, хочу давать им знания, но всё идёт по наклонной, потому что мне предлагают зарплату 25 тысяч рублей и снимать квартиру за 11 тысяч. Эта квартира, это унизительно. Вот вам отношение к учителям. Я опубликовала фото предполагаемого места аренды. Ну, тут, конечно, срач сплошной. Да, вот такие дела. Она хочет обучать детей истории и общества знаний, но не может найти подходящих вакансий в Московской области. И вот, говорит, я загнана в какой-то угол, где мне надо выбирать между работой кассиром в пятёрочке за 40 тысяч рублей либо учителем за 25 тысяч и жить в той квартире. Ребята, в Америке высшее образование гораздо больше зарплата, гораздо больше, если у тебя просто нет образования. Вот, ну, даже колледж тоже уже даёт резкий скачок в зарплате. А в России что-то всё кверху задано. Так, а это ещё что? А, Олимпиаду в Токио проведут вопреки пандемии коронавируса. Ну, ребят, я не знаю. Олимпиада пройдёт с коронавирусом или без него. Она начнётся 23 июля 2021 года. Это будут игры, победившие коронавирус. Посмотрим, поедут ли туда. Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой. Да, ребята, исчезла Мария Колесникова. Режим занимается террором, по-другому это не назовёшь. Похищение Марии Колесниковой – это попытка сорвать работу Координационного совета, говорится в сообщении. И вот смотрите, что там с Марией Колесниковой, такая яркая женщина. Она задержана или похищена в Минске? Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана или похищена неизвестными в центре Минска. Очевидцы сообщают, что женщину посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестное направление. Произошло это возле Национального художественного музея. Непонятно. Люди в гражданской одежде, это свидетельница, люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у него отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в автобус и они уезжают. Без опознавательных знаков, гражданки, в масках. Ну, это как вот это вот? Я вообще этого не понимаю. Да, вот такие дела, ребята. Пока неизвестно ничего. А вот ещё про Минск. Это с телеграмма. А вот что творится в одной из кофеен в Минске, неизвестной в масках и, по словам очевидцев, в гражданском, опять в масках и в гражданском, разбили витрину возле станции метро Немига, чтобы схватить спрятавшихся внутри людей и теперь с дубинками бросаются на рандомных прохожих. Ну, то есть на любых. Кошмар. Вот, заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолёте. Все восемь детей, трое взрослых. Ну, они действительно заблудились просто. Ну, все живы-здоровы, слава богу. Уволилась учительница из Чебоксар, назвавшая школьников дармоедами и спиногрызами из-за мусора в классе. Не, ну, надо язык-то держать. Ты всё-таки учитель, а. Да, была привлечена к дисциплинарной ответственности и уволилась по собственному желанию. Злые они. Да все злые в России, я мой павел. Сын убил родителей в мачете. Матерь отрезал голову. Матерь отрезал голову. Ну, как вот так вот. Это, знаете, где? В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Вообще, это какой-то кошмар творится в Питере. У родителей. Стала известна вероятность возвращения карантина в Краснодарском крае. Ну, вернут, как пить дать, ребята. Сейчас опять, опять пошёл коронавирус. Вернее, он не кончался. Я вам там в конце табличку покажу. Вы обалдеете. Так, вот интересно. Смотрите. Проблема, значит, проблема ЖКХ. Прокуратура Ивановской области начала проверку обоснованности намерения управляющей компанией взыскать коммунальную задолженность 18-летнего сироты. Сразу после совершеннолетия молодой человек узнал, что у него есть долг более 600 тысяч рублей за квартиру, в которой он был прописан с 5 лет, но никогда не жил. Его воспитывал дядя. Ну, сирота. Вот. И вот он вышел, как говорится, в широкий мир, да, а бах, с него выкиньте долг. Он не работает нигде сейчас, ну, вот только, как говорится, встаёт вот на жизненный путь, да, и у него долг более 600 тысяч рублей. Он там не жил никогда. И вот кто теперь за это должен платить, за этот долг, вообще непонятно. Он просто говорит, ну, нет у меня денег, и всё. И вот он сейчас туда всё-таки перебрался, в эту квартиру. Так, администрации удалось договориться с коммунальщиками о списании с Ильи задолженности за свет. Ему бесплатно установили счётчик электроэнергии. И сказали, что он ничего не должен, компания, ну, это только за свет, да. До недавнего времени в квартире не было воды, её отключили за неуплату долгов. И вот он сейчас живёт там потихонечку. Кто-то ему еду приносит. Ну, вообще, непонятно. Как это? Что это? Странно. Очень странно. Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Доллар 76. Да, ребята, пошло, пошло до кучи. Почему кассиры в супермаркете не могут сами отменить покупку? Да, вот это интересно. Это русский пишет. Но у нас то же самое. Вот если ты что-то такое, что-то там не то, она зовёт там, кричит какой-нибудь старшего, да, и та, значит, уже ключик вставляет, и что-то дзинь-дзинь, что-то там делает. Дело в том, что кассир может отменить... Ну, в смысле, вот если... Почему это делается? Дело в том, что кассир может отменить покупку, как только покупатель отошёл от кассы, после чего на складе возникнет недостача. По кассе товар будет числиться на складе, а по факту его уже купили. Деньги за товар кассир просто положит тебя в карман. Понимаете, в чём дело? Для контроля и предотвращения подобных ситуаций в супермаркетах есть администраторы или старшие кассиры, которые могут отменить покупку только что пробитого товара. Да, вот так. Надо же. Не знал об этом. Пять неудобных вопросов об отравлении Навального. Червонец Андрюха. Ну, понятно, Червонец Андрюха, здесь красный флаг у него, это на живом журнале. И вот просто его вопросы. Первый вопрос. Если Навального отравил Кремль, то зачем же он в нарушении подписки о невыезде, да, он под подпиской был, между прочим, тогда, Навальный, отпустил Навального в Германию спустя полтора суток. Ведь навальнисты утверждали, что Алексей держит, чтобы яд выветрился. Но его в итоге отпустили, чтобы немцы нашли яд. Так, второе. Почему Навального отравили новичком, который медийно уже раскрутили британцы? Неужели для устранения главного оппонента не нашлось других ядов? Некоторые из них вообще невозможно обнаружить. Третий вопрос. Если Навального отравили новичком, да еще внутрь, как он мог выжить? А если отравили наружным применением, почему никто не пострадал из окружающих? Почему ни у кого из пассажиров нет таких симптомов? Четвертый вопрос. Почему отравили Навального именно сейчас, и кому это выгодно? Как утверждает Меркель, чтобы заткнуть его. Но почему Навального не заткнули в 2013 году, когда он на московских выборах набрал 27%, а заткнули сейчас, когда ему доверяют лишь 2%, как заявляет Волков? И пятый. Почему не осматриваются иные варианты, например, провокация западных спецслужб? Не смущает ли сторонников Навального, что ситуацию с ним открыто используют США как повод для немедленных санкций против Северного потока-2, без проведения тщательного расследования? Идет борьба за место на рынке вакцин против коронавируса. Нужно ли власти подливать масло в огонь, когда проблем хватает, и травить сейчас Навального, да еще и новичком? Ни на один из этих вопросов мы так и не получили минимально логичного ответа. Ребят, у меня есть логичный ответ на все эти вопросы. Они криворукие, вот те, которые травили его новичком. Просто криворукие. Он задает вопрос, исходя из... Ну, все вот эти 5 вопросов, он задает их, исходя из элементарно-человеческой логики. У кого там логика? Они тупые. Вот вы видели Баширова и Петрова? Да, это два полковника. Два полковника-разведки. Вот, но они же все, ну вот, действительно, вот, ну тупые просто, да? Дегенераты, как я вот уже говорил это слово. И поэтому обычно вопросы здесь не задаются. Нужно задавать вопросы по отношению к тому, что, исходя из того, что там вот работали с Навальным дегенераты, понимаете? А тут уже это совсем другая песня. И вот сразу, да, Жириновский выдвинул свою версию, произошедшего с Навальным. Та-та-та-та-та. Они хотят наложить санкции. И вот якобы Алеша заболел, ведь не показывают его. Наверняка Алеша уже гуляет по ночным клубам Берлина, но его не показывают, заявил Жириновский в эфире телеканала НТВ. Ну, что, нормально, нет? Ну, подумайте. Да, к нему можно, ему можно какие-то вопросы логические задавать там? Безнадёжно совершенно. И это управление вашей страной. В Челябинской области открыли памятник Сталину. Оказывается, он валялся где-то там в речке, да, на дне городского пруда, где он пролежал более 60 лет, когда попал под хрущёвскую волну десталинизации. После восстановления он вчера был установлен на частной территории. В отличие от многих новоделов, этот памятник Старой Школы весьма крут. Так он стоит, вот так вот. О-о-о! Ё-ка лы-ма-да. Куда делась эпидемия коронавируса? Мастер-рок на живом журнале. Интересно наблюдать, как в странах Европы статистика по коронавирусу побила рекорды самого жаркого периода эпидемии весны этого года. Но в СМИ тишина, а в новостях про коронавирус ничего не слышно. Ребят, вот я тут в конце нашёл картинку, да, ну, я думаю, что это не он, не сам рисовал. Вот посмотрите. Посмотрели? Это мрак. Вот вам динамика новых случаев заражения коронавируса в мире. Росздравнадзор обнаружил искажавшую смертность от коронавируса больницы. Ну, вот тут некоторые писали, что у них вообще нет коронавируса, некоторые писали, вообще всё списывали на коронавирус. Ну, в общем, это Россия, ребят. Чего удивляться? В Самарской области ждут ещё один опасный для человека вирус. Птичий грипп, птичий грипп в Самарской области летит, летит. Боль в горле, диарея, рвота. Если не начать лечение, пациент может умереть. Вот такие дела. И последний. Виндовс нашли новую лазейку для вирусов. Ну, что-то они тут объясняют, бла-бла-бла. Ребят, я вам, знаете, какой момент интересный отмечу? Ну, вы знаете, у меня тут пару дней назад сломался компьютер, да? Вот. И я вот обращал внимание в последнее время на свой компьютер, что у него резко потребление памяти возросло у Мазилы. Резко. Вот. Сейчас, вот после того, как я его вернул в декабрь, ну, я вам рассказывал, я его вернул, просто у меня тут сохранился, значит, запись диска, да? Всего. И я его, значит, поменял на декабрь 2019 года, когда я вот записывал вот этот резкий диск. Вот. У меня сейчас нормально с памятью у Мазилы. Я не знаю, может, у меня тоже тут какой-то вирус был. Потому что буквально у меня Мазилы захлёпывались. Вот такие дела. Ну, ладно, всё, наверное, до свидания, всего хорошего. С вами доктор Влад, пока. Хоба, это я опять. Ребят, уже ролик записал, всё, уже половину закачал. И так вяло просматриваю новости. Вдруг бах! Навального вывели из медицинской комы. Ну, думаю, это я не пропущу. Я вот в конец вставлю, да, кусочек. Состояние политика Алексея Навального улучшилось. Его вывели из медицинской комы. Он начал реагировать на речь, сообщает клиника Шаритэ. Сейчас его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Материал дополняется. У-у-у, ребята! Вот это да! Вот это здорово! Чего-чего-чего? Ну, пока ничего. Ладно, хорошо, слава тебе Господи. Пока-пока, с вами доктор Влад.